так народ всем привет в общем в данном видео это не будет являться каким-то там гайдом или билдом это больше как можно воспринять как монолог можем так сказать на тему магии кристаллов первом резине в принципе у меня достаточно высокий сейчас уже левом не максимально можно еще выше получить у меня уже игра пройденная перезапускался доспех курс и город сейчас находимся в этом прохождении я играл полностью магом то есть у меня в качестве опечатки как видите то есть у меня в качестве магический снаряд также отыщены были огненные шары ледяное копье про это немного чуть позже расскажу здесь суть в том не как я качался суть именно в самой магии и вообще игре за послушника за за новичка магии потом мастера магии многие как мне кажется недооценивают силу печати и потому что на самом деле печати это что вообще такое если вы чистый маг то есть вы него им ордена а для этого вам нужно выполнить квесты в харбортауне вы получаете доступ к крафту свитков но самое главное вы получаете доступ к печати когда у вас мудрость 50 100 150 и 200 это требуется для каждого уровня печати печати это руны которые по сути ну вот например рассказать шутку ну короче то есть все заклинания которые вы используете именно через свитки а руны позволяют использовать неограниченное количество раз тот или иной свиток и как мы видим разные руны требуют разные силы печати мудрость это увеличивается только двумя способами это прочтением книг специальных это дается плюс 3 ну то есть когда вы к стенду подходите читаете у вас мудрость на трешку увеличиваться и самое интересное это специальные плиты каменные которые увеличивают мудрость на 4 как раз таки за счет этого вы под конец игры сможете себе сделать 200 плюс у меня лежат кстати мест ну лежало чатки видимо я их уже использовал но можно еще чуть больше чем 200 сделать но в этом суть не в этом здесь находится очень интересно некоторые руны которую можете купить либо найти и в принципе игра за чистого мага очень сильно пускать но она не ускоряет она знаете делает прохождение комфортным так что даже третья и четвертая часть игры я имею ввиду главы да то есть 3 4 глава когда вы уже постоянно воюете с ящерами у вас не осталось ни квестов не завязанных на атаке то есть вы просто убиваете весь остров по сути по новой потому что часть мобов зареспавнилась появляются эти ящеры вы ходите из одной точки в другую посещаете те же самые храмы в которых вы уже были но только теперь вы можете туда за синий портал туда пройти там и так далее и делайте это гораздо комфортнее когда у вас есть руны потому особенно руна скорости руна и руна левитация наутилус и телекинез применяется не так часто тем более телекинез большинстве случаев чтобы сдвинуть какой-то рычаг или нажать кнопочку в какой-то полите с расстояния это можно сделать при помощи арбалета лука или вашей маги это стоит учитывать так звука что не все нормально все окей но вот постоянно скупать свитки скорости или например их крафтить и постоянно париться что у вас их там осталось меньше десятка вы будете запариваться тратить деньги магом я просто использую руну и когда мне нужно добежать до какой точки я ускоряюсь когда мне нужно из одной точки вернуться куда-то и так далее это очень удобно то же самое касательно кстати рассказать шутку когда с нпс вы что-то там натворили и вам нужно его сказать вернуть в изначальное состояние то же самое вот особенно касательно левитации потому что казалось бы если вы играете за обычного персонажа то есть не чистого мага воина мага или там за ловкача за силовика да неважно как играете вы пользуетесь свитками левитации для того чтобы попасть в одно место определенное например вот там где-то прошли и вы там что-то использовали или например смотрите вот рядом с вулканом с вулканической крепостью есть такие моменты что там надо например спуститься к друиду куда-нибудь там или там спуститься к охотникам и чтобы не делать большой крюк когда у вас еще нет камней телепортации вы используете левитацию здесь вы используете левитацию там даже вот здесь например Если моя конечная цель Попасть в Харбор Таун, например Мне придется сделать вот такой огромный крюк А здесь я просто использую левитацию И доберусь до своего места Поэтому и постоянно Таскать с собой 20 плюс свитков Которые еще вам не продадут Не в таком количестве Мало вероятно, что вы будете их таскать Их еще крафтить, это ресурсы А маг Просто эти деньги не тратит Он их тратит на другие вещи И ресурсы, которые вы получаете С мобов Это, например, там всякие крылья, когти и так далее Если у вас есть соответствующие инструменты То, как бы Извините меня, вы Их можете продавать И это тоже дополнительно Расширяет возможности Сохранения денег То есть это удобство, понимаете Взлом замков Да, я не хотел ждать, пока у меня Накопится 150 мудрости Я, в общем, был разочарован Когда перепроходил игру И, ну, это уже не первое прохождение Что, например, передо мной замок третьего уровня Я зачистил уже подземелье какое-то Или там зачистил территорию Поднимаюсь на вышку Там замок третьего уровня При том, что я разобрался спокойно с его мобами И мне нужно третий взлом А третий взлом нужно получать во второй главе То есть Либо до второй главы Нужно полностью отдать Дону лагерь Ну, как бы, понимаете Кто-то скажет Можно, да В конце первой главы это сделать Но, все равно, это в конце Нужно сделать много крестов Харбортауня Отдать Дону Вам будет не до этого Отдать Дону Все, и Сид вам прокачает до третьего уровня Взлом замков Но, в общем, вы поняли, что я имею ввиду Я не решил не сохранять очки обучения А просто прокачал себе взлом до второго И потом до третьего Опять же, руна, она мне сделает удобство Я подхожу к замку, нажимаю кнопку Все, и лутаю сундук Это экономит ваше время Экономит, опять же, отмычки Которые надо находить, либо покупать Так же, как с левитацией, с бегом Это все удобство ваше Чтобы вы лишний раз не запаривались И поэтому третья и четвертая части игры То есть третья и четвертая глава Спрямятся гораздо, гораздо удобнее То есть вы меньше запариваетесь И, действительно, когда я проходил первый раз игру За чистого воина Задона Мне надоедало и сражаться в конце с противниками Потому что их было невероятное количество Мне надоедало немножко исследование некоторых мест Потому что недостаточно было свитков левитации Бег Тоже постоянно свитки заканчивались и так далее Вот, а здесь у вас максимальный комфорт Поэтому Ну, использовать руны Это шикарно Есть, например, руны бесполезные Как призыв скелета Потому что, в принципе, если вы скелета призвали Он с вами может чуть ли не до конца игры Проходить через свиток И этого более чем достаточно Руны на хил тоже бесполезны Потому что у вас становится столько здоровья Что, ну, вы будете хиляться зельями Потому что сильное магическое лечение Всего лишь 150 пунктов здоровья восстанавливает За то, что не бесполезно Это руны берсеркера Которая поднимает вашу силу на 50 Причем, кстати, в статах это не показывается А сила 50 Это Сильное увеличение в ближнем бою Потому что сила влияет на урон Который вы наносите Оружие в ближнем бою То же самое руны защиты Которые показатели все На 20 пунктов поднимают Тоже очень классная тема Уникальные руны Для Мага У которого Ну, который маг Который с мудростью 200 У которого в качественной печати Это ад И руна превращения в зверя Я ее не стал даже искать Потому что я использовал свиток Мне не понравилось И, в принципе, руна ад Если бы она действительно работала как дождь А не как скопление фаербола Который там наносит периодический урон по области Маленький совсем И урон, кстати говоря, на сильных противников Достаточно мал Если бы он реально работал как дождь То это было бы круто Потому что можно было бы засыпать маленьких мобов Но, в принципе, это тоже не обязательно Поэтому, в принципе, руны Это просто ваш комфорт Чтобы меньше тратить денег И просто заману бафы тебя, как вы хотите Ну, а и вот Заклинание света То есть вы полностью отказываетесь от факелов В принципе, про это Преимущество я хотел рассказать Да, то есть Руна действительно имеет смысл Потому что они делают вашу игру более комфортным Они не делают вас поломанными Потому что вся эта магия доступна через свитки Любому обычному персонажу В том числе и свитки ада И вот, как видите, свитки превращения пепельного зверя Те руны, которые требуют четвертой печати Которую вы получаете только в самом конце игры Понимаете? То есть Поэтому есть нестыковочки Некоторые, в том числе Вот, например, вскрыть замки требуется печать третья Третья Что как бы И вот скорость тоже третьей печати А 150 мудрости Ну, это где-то середина, конец игры Теперь я хотел поговорить по поводу Вообще своей раскачки Я сначала играл Чуть-чуть я вложил в силу Пермаментными зельями Все в силу было Ну, не все, а часть То, что мана у меня все же достаточно У меня 161 единица маны Что мне сейчас более чем хватает Учитывая, что за одно прожатие Я трачу 5 единиц маны Были отыщены 3 шарика И как бы это грустно не было признавать Лед показался мне достаточно сильным Но он не делает того, что я считаю должен делать маг Он не ускоряет ваш геймплей Сфера кастится очень долго Я не буду сейчас это демонстрировать Потому что непрокаченные Непрокаченные магии кристаллов отдельно Они долго очень кастуются И урон у них очень маленький Соответственно, нужно смотреть с отдельной прокачкой Но когда я их тестил Мой персонаж имел 70 очков обучения И мог сразу с 1 по 8 уровень Выкачать любой из кристаллов Я, в принципе, это и сделал Пошел тестировать Я отыграл ледяным копьем где-то часов 5 И потом понял, что я не хочу так играть до конца игры Потому что это очень медленно Да, я считаю, что ледяное копье все же второе по силе Но очень долгий каст Есть невозможность разбить противника Кроме как стрельбой Либо ближним боем, пока он заморожен То есть урон по нему не проходит со второго шарика И ряд еще других недостатков По поводу огненного шара Если ледяной может контролить любого моба Даже огры и пепельного зверя На максимальной прокачке, повторюсь, на 10 уровне Он морозит на 2 секунды Что позволяет вам как-то маневрировать И просто играюще справляться с ограми Потому что они не успевают до вас дойти Это очень самый безопасный кристалл по сути То огненный шар имеет другую тему Он позволяет вам наносить урон по области То есть когда он так же долго кастится, как и лед То есть чтобы просто его взять в руку Словно говоря, пройдет 3 столетия Пока, вот видите, вот только сейчас Вот я могу кинуть ледяный шарик Но опять же, при максимальной прокачке Это будет ускорено Но не настолько, как вам бы хотелось Вот летит шарик Он делает сплэш-урон То есть Маленькие противники от него умирают хорошо Потому что будут получать массовый урон Но у него нету быстрого хитстана Как есть вот у этого То есть это Вот каждая такая атака Это микростан Видите, какая скорость сумасшедшая Никакой задержки Просто пив-пив-пив И все Поэтому я считаю, что огненный шар Самый слабый Его единственное преимущество Над ледяным Чуть-чуть больше урона И то, что он может Маленьких противников быстрее разбирать Но оба этих шарика Проигрывают магическому снаряду И проигрывают они ему Как ни странно, не в уроне Потому что отдельно Огненный шар и ледяное копье Наносят больше урона За одно прожатие Но пока Накастуется огненный шар Или ледяное копье Одно А вы еще можете промахнуться в противники Я уже успею где-то раза три Вот так вот сделать И это нанесет урон Соответствующий Одному выкинутому шару Ледяному или огненному Даже больше И особенно еще круто То, что на маленьких противников Гномах там и так далее Не убиваются с одного попадания Сложность, если что, стоит Высокая Вот Вся игра была перепройдена Высокой сложности Я пришел просто к заключению Что изначально Даже когда я немножко тестил Все три шарика Что кристаллы максимально удобны Но они все-таки являются В рамках данной игры Самыми сильными Потому что это микростан противников Но они не микростанят гулей Очень важно заметить Но они убивают гулей За четыре выстрела Станец огра Ну микростанец огра Пепельные чудовища Любые вообще Оппоненты Кроме гулей И Получается такая тема Что Вы успеваете сделать Три выстрела Если вы одним выстрелом Чуть-чуть промахнулись Не беда Кулдауна практически Никакого нету То есть задержек никаких нету Все в кайф И Из-за того что в этой игре Есть большое количество Маленьких мобов Например Если Мне еще нужно умудриться Например Огненный шар кинуть так Чтобы он во всех Маленьких мобов попал И зацепил их Уроном по области Зачем Испытывать дискомфорт От того Как долго кастуется Огненный шар Даже по тем же Маленьким мобам Если я могу просто Уже Убить их всех Пока Будет кастоваться Один огненный шарик С помощью Обычного Пиу-пиу кристалла Будем его так называть Вот И у него Самый маленький Монокост За 1 из 45 Огненный 8 Ледяной 10 Давайте Минусы и плюсы Значит Огненный Плюсы Самый высокий урон За одно Прожатие Урон по области Микро Стан Но Такой он себе На самом деле Потому что Слишком долгий каст Ну ладно Микро стан Самого шарика Очень Очень Долгое Восстановление Это Занимает Реально Долгое время Второй минус Нету Возможности Сконтролировать Какую Большого монстра То есть Вам нужно будет Постоянно Отступать Назад И Очень Долго Ждать Пока Вы Сможете Там Примерно Пепельное Чудовище Убивается Где-то За 4 По-моему Фаербол Или даже За 5 По-моему За 4 На 10 Уровне Раскачки Соответственно Напоминаю Что Мудрость Не Влияет На урон Который Вы наносите Своей Магии Кристаллов Влияет Только Непосредственно Прокачка Отдельного Каждого Кристалла Вот И еще Недостаток Огненного Ну да То что Он не контролит Никак Толпу В отличии Например От Ледяного И Такой И минус И плюс Что Монокост Не маленький Если Вы промахиваетесь Таким Огненным Шариком В толпе Маленьких Или средних Противников Вы Испытываете Проблемы Против Кого Данный Шар Эффективен Он Эффективен Против Маленьких Противников Совсем Маленьких Против Толпы Мобов И Более Менее Против Средних Против Сильных Больших Мобов Он Неэффективен Вообще Ледяной Шар Эффективен Против Средних И Против Больших Мобов Потому Что Ну Ладно Плюсы И Минусы Плюс Ледяного Шара Урон Практически Изопрожатие Такой Как У Огненного Он Делает Стан Причем Долгий Стан В зависимости От Что Это За Противник Какая У него Сопротивляемость Льду Самые Большие Противники Станятся На 2 Секунды Примерно То есть Они Встают На Месте И Маленькие Противники Стоят Еще Дольше То есть Плюсы Главное Это Контроль И Неплохой Урон Заодно Прожатие Минусы Долгое Прожатие Минусы Это Маленькие Противники На Которого Нужно Отдельно Тратить Каждый Шарик Также Минус То Что Нужно Разбивать Чтобы Добить Противника Нужно Либо Стрелять Либо Подходить Плотную С противником Добивать Его Либо Ждать Пока Он Выйдет Из Состояния Заморозки Кидать Еще Один Шарик Если Это Какие Средние Противники Например Дальше Сами Кристаллы Пиу-пиу Преимущество Невероятная Скорость Самый Низкий Монокоз Заодно Прожатие Если Промахнулся То Да Это Два Минуса Других Кристаллов Если Промахнулся Здесь Ты Не Сильно Попал То Просак Так Сказать И Главный Плюс Это Огромная Скорострельность И Он По ДПС Обыгрывает Два Других Кристалла То Пока Вы Кинете Один Раз Огненный Ледяной Шарик Пиу-пиу Кристалл Уже Обыгрывает В ДПС За Три Прожатия То Это Примерное Время Формирования Одного Огненного Или Ледяного Кристалла Минусов У этого Кристалла Просто Нет Вот На мой Личный Вгляд Именно По тому Геймплею Который В этой Игре Здесь Нету Минусов У этого Кристалла Если Ледяной Замораживал Противников Пау-е И Например Противники Замороженные Все равно Получали бы Такой же Урон Ледяного Кристалла Даже В состоянии Заморозки Ледяной Кристалл Был бы Номер Один Это Мое Личное Мнение Несмотря На Его Долгий Кост Если Бо Огненный Кристалл Имел Больше Радиус Сплэша И Более Быстрый Каст Тайм И Чуть Больше Долгий Стан С Попадания Он Тоже Был бы Номер Один Но В данной Игре Сейчас В данной Игре Вообще В геймплее Этот Кристалл Не имеет Никаких Минусов Отыграть Можно И Ледяным И Огненным И Билды Можно Интересные Сделать И Вокруг Огненного И Ледяного Кристалла Это Мое Мнение Основываясь На этих Тестах И Основываясь Не только На Преимуществах И Недостатках А основываясь Еще На том Что Какие Боевые Ситуации Вы Проходите Как Скорость Зачистки Контента Комфорт И так Далее То есть У этого Кристалла Просто Нету Никаких Минусов Вот И Все Ну Давайте Пепельного Зверя Светим Он Не Может Дойти До Меня Полностью И Проатаковать Меня Дойти Он Может Однако Ему Чтобы Сделать Кстати Вот Пепельный Зверь Будет Абсолютно Так же Умирать Даже Если У меня Было На 10 Меньше Главное Что Магический Снаряд Вкачан На Десятку Он Он Может Проатаковать Как Только Он Встает На Дистанцию Атаки Атака Начинает Сбиваться Дойти Он Может Потихонечку Хоть Он И Будет Сбиваться Постоянно Но Проатаковать Он Не Может Он Будет Стоять В Микро Стане То есть Он Делает Замах Сбивается Анимация Атаки Он Делает Заново Она Опять Забивается И Так Происходит Постоянно С Маленькими Противниками Я уже Говорил То есть Там Проблем Вообще Никаких Нет Со Средними Противниками Некоторых Средних Противников Например Когтистый Мотылек Определенных Уровней Они Выдерживают Два Попадания С Этого Кристалла Что Немножечко Прискорбно Потому Что Например Огненный Или Ледяной Ваншотник Здесь В данной Ситуации Когтистого Мотылька Любого Но Это Знаете Это Просто Вот То есть Вот Просто Чтобы Это Все равно Быстрее Чем Скастить Один Отдельный Ледяной Или Огненный Шарик Причем Реально Быстрее Вот Поэтому У этого Кристалла Конкретно У Пиу-пи У кристалла Как я его Называю Нет Абсолютно Никаких Недостатков И Если Вы считаете По-другому То Вы просто Притягиваете За уши И Сложно Это Отвергать Если Вам Нравится Играть Там В Огненном Кристалле Или Ледяном Ледяной Кстати Вас Поддерживают Очень Сильно Прекрасно Вас Понимаю Если Выбрали Такой Путь Геймплея Если Вам Нравится Играть Двух Других Кристаллах Это Не Значит Что Они Являются Самыми Сильными На Противниках Которые Предоставлены В этой игре С текущим Балансом Этот Кристалл Дает Вот Просто Пиу-пиу Кристалл Дает Самый Максимальный Комфорт Прохождения Он Дает Все Что Нужно То есть Он Не имеет Никаких Недостатков И За это Он Занимает Заслуженное Первое Место Я считаю Что Несмотря На то Что У Льда Много Недостатков Но Это По Природе Свою Очень Уникальный Кристалл Потому Что Он Может Замораживать То есть Давать Полный Контроль Над Толпой Противников Не Только Над Единичным Противником И так Далее И Все же Его Плюсы Перевешивают Минусы Поэтому Я его поставлю На второе Место А Огненный Кристалл Просто Не Имеет Смысла Потому Что Он Очень Долго Кастится Не Имеет Смысла На Фоне Двух Других Если Бы Не Было Двух Других Огненный Кристалл Естественно Имел Смысл Но Это Чисто Знаете От Момент Роллплеинга Если Вам Нравится Играть Огненным Играйте Огненным Игру Можно Пройти И так И так И так На То Он Иризен Который Мы Все Так Любим Цене По Поводу Что На Мне Сейчас Надето Это Амулет Волшебника 30 Маны И Два Кольца По Максимум Мана Плюс 20 Также Если Вы Собираетесь Играть Чистого Мага Вы Можете И Вы Хотите Скомбинировать Два Кристалла Специально Для Вас Есть Уникальный Прошу Заметить Амулет Где То Он У Мне Лежит Потерялся Вот Амулет Мага Он Крафтится Из Синего Сапфира Он Дает Плюс Два Ко Всем Трем Кристаллам Соответственно Если Вы Выкачиваете Два Кристалла Одновременно Такое Можно Сделать Вот Придется Немалым Кэш Пожертвовать Но Хватит Даже Вот Например Сейчас Я Там Немного В силу Вкладывался Давайте Посмотрим У У Меня 70 Очков Обучения Если Я Сейчас Пойду И Вложу Их В Любой Из Двух Шаров Он У меня Будет Плюс 7 Точнее Не Плюс 7 А Плюс 8 Как Раз И Еще Двоечка У меня Будет С Амулета Если Я Захочу Его Одеть Поэтому Если Вы Хотите Сэкономить Очки Обучения Вот У Вас Есть Шанс То Есть Использовать Амулет Магии И Сохранить Аж Сколько Получается 40 Очков Обучения Если Вы Два Кристалла Одновременно Хотите Раскачать Либо Дотянуйте До Момента Когда Падает Сапфир Синий А он Падает Ну Начиная Считайте Что Четвертой Главы То есть Это Конец Игры Либо Дотянуйте До этого Момента Докачав До Восьмерки Кристалл Ваш И Просто Словно Говоря Взять Себе И Сэкономить 20 Очков Обучения Если Вы Хотите Это Как Опциональный Вариант Прошу Обратить Внимание На данный Амулет На этом У меня Все Видео Является Вырезкой Трансляции Подписывайтесь На мой Твич Букер Девит Там Трансляции По Ризону И Интересный Контент На этом У меня Все Всем Пока